Привет! По роли любой старинными церквями и соборами на фасаде можно заметить странные барельефы, которые совершенно не вписываются в архитектурный стиль здания. Скажем, каменную голову быка над воротами готического собора. Иногда попадаются и совсем уж абсурдные фигурки, вроде космонавта на сооружении 18 века. Я тут, знаете, наткнулся на самое безумное шоу на ютюбе. Эта девка снимает сумасшедшие пранки и творит просто безумные вещи. Обязательно подпишитесь на её канал. Климкина в тренде. А ссылочку я оставлю в описании. Собор Санта-Мария-дель-Фьора, Флоренция, Италия. Стены этого знаменитого собора украшены большим количеством неприметных деталей, которые непонятно каким ветром сюда занесло. Например, на западной стороне здания имеется голова каменного быка. Никто точно не знает, как она здесь очутилась, но существуют интересные версии. Легенда гласит, что в 15 веке во время строительства собора один из каменщиков завёл роман с женой богатого торговца. Обманутый муж обнаружил предательство и подал жалобу в церковный суд. В ответ каменщик вытесал голову быка и установил её на стене собора так, чтобы рогатая морда смотрела прямо на магазин торговца, как напоминание, кого по-настоящему любит его жена. Вашингтонский кафедральный собор. США. Главный собор английской церкви в США – шестое повеличение в мире. Его строили 83 года, с 1907 по 1990. Здание богато украшено резьбой, фресками и мозаикой, а фигур ангелов и горгулий больше 400. И ещё одна голова Дарта Вейтера на северо-западной башне. Появилась эта странная деталь по результатам детского конкурса на лучший эскиз горгулья или химеры для нового собора. Одним из победителей стал набросок головы злодея из Вселенной Звёздных войн. Вероятно, Дарта Вейтера посчитали вполне себе химерой. Костёл Святого Якуба. Брно. Чехия. Костёл Святого Якуба строился несколько раз на одном месте. Первым был храм в романском стиле. После его разрушения возвели готический костёл, который со временем получил черты барокко, в том числе богатую лепнину. Но двуглавый человечек с голыми пятками, зависший над окном – это перебор даже для барокко. Согласно легенде, в былые времена рядом с костёлом стоял другой храм, а между ними постоянно велась борьба – чей шпиль будет выше. В итоге костёл Святого Якуба победил, и в качестве насмешки над конкурентами снаружи прицепили нахальную скульптуру, которая взирала на проигравших. Но ехидный мальчик – ещё не самый странный элемент декора этого костёла. В 2001 году во время работ в подземельях нашли страшный склеп, как оказалось, кости-хранилище, в котором обнаружили останки более 50 тысяч человек. Этот склеп был построен во времена эпидемии чумы. Умирало так много людей, что их просто негде было хоронить. Поэтому старые могилы раскапывали, и скелеты относили к подземелью костёла. Новый кафедральный собор – Саламанка, Испания. Этот собор строили с 16 по 18 век. Взамен старого, который стал мал для быстро растущего города. Поэтому он несёт черты как поздней готики, так и барокко. Вот только не ясно, космонавт – это готика или всё-таки барокко. Помимо исследователей космоса, на стенах соборах можно обнаружить мифическое существо, поедающее мороженое, дракона и других вымышленных созданий. Это всё современные дополнения, которые внесли во время реставрации в 1992 году. Космонавт, например, напоминает о средневековых стремлениях к путешествию в космос, и поиску чужого вмешательства в дела Земли. Церковь якобинцев. Тулуза, Франция. Церковь якобинцев – готическая постройка 13 века, которая, как и вся старая часть города, построена из красного кирпича. Внутри зала стоит гробница с останками святого Фомы Аквинского. Возле неё сразу за алтарём возвышается двойная колонна, стоящая на прямоугольной основе. А из неё тянутся каменные костлявые руки и пухлые скрещенные ножки, очевидно, раздавленного колонной человека. Их смысл и происхождение неизвестны, а некоторые неопытные гиды даже не знают, что они здесь есть. Вот такая вот горгулья находится на одном из аббатств Шотландии. Что это? Чужие? Посещали нашу планету? А может быть, так изобразили инопланетян средневековые скульпторы? Сейчас мы это узнаем. Причина её появления здесь весьма прозаична. В 90-х годах со стен шотландского аббатства Пейсли, расположенного неподалёку от Глазга, с целью реставрации были сняты все статуи горгульи. Некоторые фигуры удалось восстановить, другие же пришлось попросту делать заново. Один из реставраторов постарался на славу, смастерив статую инопланетянина из фильма «Чужой». Ну а на сегодня всё. Спасибо, что смотрели. Не забывайте поставить лайк, подписаться и рассказать друзьям о канале. Субтитры создавал DimaTorzok